всем привет друзья мои хиральные это павел на канале the games don't я давно уже не появлялся отсутствовал к сожалению это мое упущение но ничего я искуплю это свою вину например прохождение игры на компьютере и хочу отметить что я не играл версия но я слышал о нем разные вот некоторые ругают эту игру некоторые хвалят эту игру то есть эта игра такая нишевая любителя давайте догадываемся так формат будет такой во время кат-сцен мы будем просто смотреть наслаждаться этими графическими кат-сценами которые сделал хидоо кодзима в промежутках между ними я буду рассказывать какие-то фичи по геймплею и по геймдизайну и по левел дизайна потому что я по профессии гейм-дизайнер я разрабатываю компьютерные игры в анриал энджин движок анриал энджин от компании epic games кто знает и для меня это очень важный аспект я не хочу просто проходить игру хочу сделать ее в особенном формате чтобы и вам было интересно и мне было интересно и все получали это удовольствие мы начнем новую игру вместе с вами я немножко за нее поиграл только то чтобы попробовать все эти механики как это все работает насколько это как бы как играется это на компьютере потому что я знаю что у хидоо кодзима специфический вкус на вещи не всем понятны но это не значит он хуже чем другие что хочу отметить хидоо кодзима сам по себе прошел очень простой путь геймдизайнера он начинал вообще с работы офисным грубо говоря офисной крысы если можно так сказать он сидел насколько я знаю в компании капком в отдельном офисе за ним следили какими-то камерами его короче круче его всячески его потенциал всячески сдерживали и на него его его потом еще через много-много лет из этой компании выперли короче и все такое у него непростая судьба и через тест трендинг через первую игру именно кодзима studios хоть он хотел донести нам смысл того что во первых его моральное состояние сразу чувствуется в этой игре трех он хотел дойти смысл что мы в огромном мире и мы связаны между собой и вот эту связь через игру он хотел нам передать так что усаживайтесь поудобно забавите чайок мы начинаем давайте-ка я минимально это совсем для лузеров низкая не знаю дать и средняя реклама за тех кто в целом знаком с игровым жанром боевиков я знаком да давайте средний размер текста ну пусть будет средний пишите в комментариях кстати кому кто играл и кого понравился или кому не понравилось любой вариант нет нет правильного или неправильного варианта есть люди которым нравится если это не очень дата рождения я родился в октябре 9 числа 9 октября вот теперь вы знаете мой день рождения 9 октября подтвердить подтвердить сейчас начнется длинная кат-сцена насколько я знаю и будем мы с вами смотреть это я так понимаю символ кодзима productions это еще не сама игра хотя выглядит прикольно кстати уже многие кстати стебут эту это хиральную связь просто на английском она звучит нормально а на русском это слово как-то люди коверкают начинают на самом деле смешно реально я кстати извиняюсь за то что это долго пропал были небольшие небольшой творческий кризис у меня был но теперь я буду чаще выкладывать видео не забудьте поддержать лайком оставить комментарий подписаться на канал чтобы получать извещения первыми я постараюсь делать интересный контент зашел взрыв он игра полоса на русском языке время давайте смотреть однажды произошел взрыв и планета начала вращаться в пространстве однажды произошел взрыв он породил жизнь какой мы ее знаем а затем еще один взрыв музыка классно пока тут титры в хидео кодзима гейм хочу сказать что движок насколько я знаю позаимствовали компания горилла games те кто создали horizon zero dawn который сейчас создает horizon zero dawn 2 норман ридус да кстати играет здесь главную роль в этой игре он главный протагонист а вот мэтс миккельсон я так понял что он главный антагонист то есть как бы он против нас хотя может быть здесь есть у всех есть свой мотив вообще тут подбор актеров и их игра насколько я слышал из рецензии на ps очень на высоком уровне то есть это одна из ключевых основ этой игры это вот это взаимодействие людей вот эта вот история взаимосвязь сюжетных переплетений а не просто геймплей некоторые не поняли этого и начали ругать геймплей что ты наставщик пиццы из яндекс какой-то бред на самом деле нужно просто пройти полностью а потом уже говорили составляет свое впечатление на основе всего произведения и да здесь будет много ходьбы и много доставок всяких но это нормально это нормально облака так прикольно сделано игра кстати говорят очень хорошо оптимизированного компьютера то бишь она должна идти вот я сейчас запустил его 2к разрешение то есть две 560 точек на 1440 и у меня стоит максимальная графика и у меня игра показывает на если включены вертикальными синхронизации показывает 60 ровно кадров в секунду и ни капельки не снижается если я отключаю вертикальными за дело проверял где-то примерно 80 90 кадров в секунду и скачет зависимости от местности если вода рядом нет воды рядом такие дела так что игра реально на ставим V она оптимизирована классный мотик кстати я тоже почитаю вертикальную синхронизацию потому что с ней игра работает более плавно жалко что в начале игры нельзя такой мотоцикл использовать такие сиджай ролики прямо прямо как будто на основе игровой графики как бы но так сделано как будто фильм прям о олень куда-то пофигарил опа ничего себе олень олень слетел вниз чужого коленик вот этот дождь это типа такая как бы хиральный дождь что-то значит тут типа разлагается материю и делают эффект старения прочь то есть если для тебя будет капать хирами дождь и ты будешь тареть хорошее прямо я заберу на тебе ролики как голливудские ролики опа все походу минус один герой все походу сейчас начался геймплей давайте смотреть что у нас тут по геймплею графика конечно вообще зачетно все пошла мазута так на и это у нас брать заспану shift это ускорение как ю это у нас сканировать местность окей в принципе так и так сложно держать на провесе и насколько я знаю это левый правый блок в мешке пусть эти инерции видите он как бы останавливается как будто бы ты бежишь короче он останавливается вперед время по инерции все взяли 18 с половиной килограмм уже посмотрите насколько четко детализировано вообще эти местность вокруг эти скалы это растительность этот фолич фолич это смысле я говорю с вами на профессиональной лексике это ранее извиняюсь фолич это вот эта трава мох и вот это все растительность так балансировать тихонечко 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 давай поехали че у нас тут опа опа куда-то полетел ты чего блин ты можешь да кстати этот хиральный дождь всех классно этот хиральный дождь этот хиральный дождь он и портит товары то есть то что ты переносишь доставки свои это если ты будешь долго находиться под этим дождем то то что ты переносишь начнет портиться короче и когда ты принесешь груз в итоге ты получишь типа как поврежденный груз то есть нужно стараться как можно меньше находиться найти укрытие либо быстрее добраться до пункта назначения это одна из механик основных игр и спасаться от этого хирального дождя и от этих существ которые появляются этих невидимых какая-то фотка вот ведь типа он стареет кожа стареет татушка из этого настоящую тату но и нормана ридус и жизни принесли в игру насколько я знаю и сделаю счет только очень давно еще когда начал сниматься только сериале как они ходячие мертвецы у него аллергия на прикосновения и на вот этот хиральный аллергия на него плохо влияет на бриджеса нашего главного героя сэма портера бриджеса опа походу тут кто-то есть ладно смотрим дальше ролик в этой игре кстати я заранее вас хочу подготовить в этой игре очень длинные ролики вот эти кат-сцены они могут длиться по 15 минут то есть как бы ничего не поделаешь видно что кодзима хотел всегда стать режиссером но стал геймдизайнер мы эту чеку уже видели мы ее сбили на мотоцикле как она выжила хотя тут много вопросов а как до которых нет ответа залей куда ты прибежал ну все его в три за три за да али Звук, кстати, такой издает, как в этом, например, не знаете кого? Щелкунов из Ластуфас. В Ластуфасе эти вот эти существа, зараженные щелкуны, они точно такой же звук издают, как вот эти вот невидимые существа. Прям один в один. Кстати, отмечу, что здесь очень классная... Жесть, очень классные анимации персонажей делают, то есть очень проделана работа, большая, титанический труд проделан в плане анимации. Просто это нужно отдельно отметить и этим просто наслаждаться и восхищаться, потому что это вы сейчас видите игровую графику, то есть как она в игре, так и вот в этом ролике. Вот эти все анимации, вот эти все плавные движения, она очень реалистична. Виды немножко мыльные, кстати, графики вот этих удаленных объектов, типа как кусты и все такое, но в принципе это нормально, иначе игра бы весила очень много и шла бы про очень низких FPS. Что тут все плачут, короче, у всех аллергия. На дождь на этот. По-моему, если на чайбосе она так и называется, хиральная аллергия. Что-то такое. Да, вон они, эти существа. Хер поймёт, что они такие, конечно, блин, но они такие криповые ребята, конечно. Тоже плачут, все плачут, короче. Пролог. Портер. Ну чё, нам дадут побегать вообще? Да ничего, я тебя первый раз вижу, блин. Слёзы. Видели, у них штрам на пузе какой-то. Походу, на нем какие-то опыта проводили. Дум. Щас задум. Какой уровень? Ты их видишь, да? Нет, но чувствую. Второй, значит. Что ты здесь делаешь? Действительно. Яюсь не намокнуть. Заметно. Дождь вроде стих. Меня зовут Фреджи. Да, говорил про тебя. У нас этот Сэм такой недотрога парень. Скромный парень. Сэм Портер Бриджес. Тот, кто доставляет. Это что ещё за херня вообще какая-то? Какие-то жуки. Фу. Если честно, омерзительно. Ты будешь? Да, конечно. Всегда рад был отведать жука с землей. Криптобиот на ужин и зонтик не нужен. О. Шутница. Надо записать эту фразу. Криптобиот на ужин и зонтик не нужен. У него прям такие штанишки прямо как они. Блестят прямо. Даже лосины что ли? Ну, в экспрессе работает много людей. Много предателей. От нас мало что осталось, кроме пары честных трудяк. Да и от меня. Тоже мало что осталось. Тоже мало что осталось. Вымокла от шеи до ног. Охренеть. Я просто курьер и всё. Как бы мы и вправду посыльные. То есть ничего не поделать. Но здесь как бы тут больше чем просто поднести и принести. Здесь есть определенный посыл и определенная философия в этом мире, которую нужно понять. Первые шесть часов это вот вступление. Примерно пять-шесть часов. Эти твари не уходят надолго. Отпугивать многих. Типа люди начинают разочаровываться. Возвращать деньги. Ставить плохие оценки на метакритике. Но нужно ее вкусить больше. Сыграть там например 10-20 часов. Тогда можно будет понять действительно в чем сила этой игры. Во-первых, как я уже сказал. С точки зрения левел дизайна. Текстур. Прорисовки дальности. Прорисовки объекта. Есть такое понятие как риг. Риг это строение скелета. То есть как правильно. Как бы очень многое зависит от того, как сделан риг. То есть если сделан риг хорошо, то движение персонажей более естественно кажется. Когда видно, когда вот например есть студии, которые например, либо инди-студия, либо студии, в которых не так много денег, не так много времени на разработку. Там заметно вот эти вот. Например, вот как в недавнем презентации, которые я выкладывал на моем канале. Можете посмотреть. Зайти на мой канал и посмотреть. Я недавно выложил видео, связанное с Ubisoft Forward. И там разбирал геймплей. Assassin's Creed Valhalla. И говорил там как раз про то, что анимации в игре оставляют живет лучше. То есть такое ощущение, что они по-быстрому скрипали. И не вдавались как бы особенно в... Вообще не вдавались как бы... Не парились по этому поводу, короче. Так, давайте пособираем здесь... Не понял. Во. Так, нужно пособирать этот груз. Ой, мы один оставляли там, надо вернуться. Чем больше мы заберем, тем больше мы получим потом очков и сможем прокачивать какие-нибудь новые способности. Даже не способности, а там всякие, короче, перки. Так что давайте вернемся. И отдельно отмечу саундтрек. Он тут просто, конечно, офигенный. Я себе даже скачал на телефон и слушаю постоянно. Давай, 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 давай. Оказывается, в этой пещере была сумка, которую я не заметил. О, блин, а? Ничего, ладно. Фонарика нет там, что-то это. Окей. 20 килограмм уже. Вносливость... Вносливость... Уровень вносливость снижен, типа. Из усталости. О, ничего себе, он текает так. Что это такое, он же... Болт, что ли? Чемпион... Чемпион мира по бегу. Хочу мять. Так, побежали, 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 сбалансировались. Срань. Еще и матом ругается. Ничего себе, он вообще не пультурный парень. Опа. Повредил. Надеюсь, что не сильно повредил. Так, давайте просканируем местность, посмотрим, где тут еще можно найти что-нибудь. Там что-то наверху есть, кстати, давайте сходим. Надеюсь, тебе нравится мой обзор. Если тебе нравится, не забудь поддержать меня лайком, подписаться на мой канал. Так, давай посмотрим, что тут у нас. О, криптобиод. Давайте покушаем, что ли? Хотя это, конечно, обердительно. Все. Вкуснятина. Так, съесть. Сил. Так, еще одна сумочка. Сколько уже? 23 килограмма. А максимум можно нести 120. Ничего себе, ну, качок, а в балл просто были. Так. Кстати, я заметил, что здесь чем больше груда, тем тяжелее он бежит. Т.е. ему сложнее бежать, прям как в жизни. Т.е. он не бегает как в жопу ужаленный, даже когда у него там 100 килограмм на спину. Т.е. очень в этом плане реалистичный. Как он по бочкам бегает тоже, кстати, вот это прикольно. Т.е. как я говорю сам, я сам разработчик компьютерных инди-игр, очень важный, это мелкие детали. Т.е. они, может быть, даже важнее, чем все остальное. Потому что именно в этих мелких деталях кроется дьявол. Как говорят. Только посмотрите на эту графику, кстати. Вот это вот все, вот это вот как вода течет, как вот этот вот мох, вот этот, как сэмпортер выглядят, вот эти сумки, вот этот вот металл как блестит на солнце. Ну, конечно, еще это оптимизировано все, т.е. все это удовольствие, т.е. О, блин, ну это, конечно, вообще. Это шикарно. Так, давайте-ка скутимся. Так вот. Так, нам надо как-то реку перейти так, чтобы нас не сбило с течением. Вот видите, есть шкала выносливости, кстати, у этого Сэма. Если она закончится, типа, то его унесет течение. Так, уже мало. Все, основные силы. И дальше путь давайте просканируем территорию, ничего мы не забыли. Не, вроде ничего. Все. Все, отлично. Все, давай тикаем, тикаем быстренько, быстренько, быстренько. Давай подберем этот сундук. Что-то столько сундуков типа бросали здесь, ребята. Оп, опять повредил. Эх. Так, я собрал груз. Надо глянуть что-то еще. Может где-то еще есть. Вон там еще есть, кстати. Ладно, сбегаем, че. Не пропадай же добру. Пойдем, пойдем сбегаем. Класс, выглядит просто жикарно. Посмотрите, как все это выглядит. Кстати, вон есть еще сзади и спереди есть. Центральный узел почему-то это называется. Окей, пусть будет центральный узел. Пойдем. Давай, давай, Сэм. Давай. Ножками шевелим, лапками шевелим. Давай, давай, давай. Что я еще хотел бы ответить? Хотел... Стой, 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 стой. Еще немножко он упал, и у меня груз походу бы все крякнул. Что я еще хотел бы отметить? Я бы хотел отметить это звуковое оформление. Помимо саундтрека шикарного, здесь еще вот эти все звуки шагов, дождя, его дыхание. Когда он бежит, и ему типа тяжело. Очень, очень реалистично сделано, если честно. Кстати, у нас есть возможность выпить, попить этот, как он, энергетик. И пополнить таким образом наше, наше внослие. Это что за? Сканируй. Сканируй. Спасибо. Пожалуйста, дружок. Опять? Сканируй. Спасибо. Так, это инерция. Аккурат, 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 аккурат. Вот. Опа. Да, вот тут уже, тут уже жестко. Ссс. Да, это, это жестко. Уже проверим. Спасибо. Давай, 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 еще немножко, вон уже пришли почти. Кстати, мы больше ничего не забыли там нигде. Это что такое? Не, вроде ничего больше. Окей, побежали. Так, 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 так. Сместитесь вправо. Нет проблем. Я поменял настрой, как, кстати, сделал так, чтобы смещение было не по нажатию и зажатию, значит, очень, ну, текущий долго зажимать там, а просто по одному нажатию. Нажал, короче, налево нажал, направо. Удобнее, мне кажется. Все. Все. Используй терминал. Доставка груза. Доставить. Прошлого груза. Что-то там это. Лайки. Утерянный груз 50 кг. Подтвердить. Сейчас будет всякая куча, море всякой статистики, короче. Доставьте одну или несколько партий умных лекарств. А мы это сделали. Почему так долго? Легенды не опаздывают. Можно ее рассмотреть? Нужно было переждать бурю, остался без байка. Какая-то девчонка, короче. Похоже, тебе крепко досталось. Да мне вообще досталось конкретно. Блин, я тащил эти 100 кг. О. Да, ты заставил нас ждать. Но все остальное в идеальном состоянии. Так что... Отлично. Типа они мне сделали замечание, что я слишком долго все это делал. Но зато груза в идеальном состоянии, в принципе. Это... Это найс. Ну вот, показывает процент повреждений груза. Тут два, тут шесть. Всего там типа среднее аэропетическое какое-то там, например. Очень много лайков получил. Нормально. Пройденная дистанция. Давайте посмотрим, сколько мы прошли. Мы с тобой прошли тысяч... О. О. Хера себе, блин. Мы прошли километры 700 метров. Вес 75 килограмм. Песес вообще. Я в жизни не понял бы это. Особенно на спине. Горбу, блин. Ну, это все нам потом поможет в дальнейшем. Всякие прокачки, апгрейды, всякие экзоскелеты и так далее. Кстати, за то, что я заказал ПК-версию. Еще и за предзаказ. Короче, мне полагается там какие-то примочки. Когда пролог закончится, я, скорее всего, это все получу как раз. Все тут, короче, мы получили шестую уровень, все классно. О. 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 напомните мне напишите в комментарии я уже забыл игорь игорек не я василий весь тебя в документах сказано у тебя фобия отдел утилизации что у вас слушай нам надо ехать по пути объясню сейчас будет опять 100 летняя кат-сцена да я понял здесь короче такая тема в этом мире что если тело размокается в течение 48 часов она взрывается и оставляет огромный кратер короче и поэтому уже эти тела обязательно утилизировать и отвезите крематорий и сжигать такая механика игры короче а как же карантин никак он покончил с собой повезло что мы его нашли сразу заморозили но сколько еще до некроза и куда его теперь ближайший крематорий на севере в том районе полно твари а в другой никак не могу времени в обрез но так сожги бедолагу прямо здесь ты представляешь сколько хиралия выделиться рядом город а до крематория можно вообще не доехать слушай все получится нам просто нужен кто-то с думом еще какой-то короче у него какая-то связь этим вот это посторонний уже первая стадия некроза он чувствует этих тварей и чувствует этот хиралик что нам поможешь ну тогда бриджи заключает контракт с самым бортером просто сэм и я не вижу тварей только чувствую ничего мы подготовились бритвы беда бэбэ и ты гарантия того что мы прорвемся ощущение все какие-то потом обливается плачут короче ну какой малыш милы погнали залить какая мимика у него просто вдумайтесь сколько это работает создать такую анимацию причем чтобы она работала на постоянной основе это просто две-три анимации на константа в принципе вы бы игра и звучит и смотрится очень на высоком уровне хотя кстати теста хидео кодзима это ты едет хотя кстати эта игра считается и трипл и проект как нишевая игра среднего класса не трипл и хотя на все понимаешь на трипл и доказал что вы сейчас долго из кат-сцены хотя можно смотреть по странам кстати какие виды какие виды просто можно так вот остановить здесь f8 нажимаете 8 в игре и фото режим можно фоткать короче сейчас она работает да можно так остановить цветовые фильтры там поменять всякое такое и фоткать короче все надо будет как-нибудь попробовать я разберусь обязательно пока что я даже не не представляю как это все делать рамка ух ты прикольно типа как фото пленка старая окей давайте продолжим камера идет как будто от какого-то третьего лица здесь применена технология пирального звука потому что когда я отдаляюсь от кого-то звук слышно издалека а если за стенки дотрываются слышно звук отскакивает как бы от поверхности и ты и ты можешь жить более реалистичное звучание чем просто как звук прямой вот видите сейчас слышно хорошо если я отворачиваюсь как бы он приглушен ну это называется пиральный звук портится погода значит сейчас будет жопа короче правильно сказал реально жопа сейчас будет долго еще до крематория он сейчас взорвется придется срезать через тварей давай срезаем быстрее к рассуде не угадошили всех только здесь нет хоть автомата как в полу дюйти вы просто взять и все звуки в этот крип крипово если честно идут все началось идите колотить макарат не жоп заглоба еще этого не хватало уродов как на ладони надо сваливать ты что-нибудь видишь ни хрена я не вижу вообще здесь темень сплошная как задница все-таки металл блин в игре выглядит реально спать как выглядит металл выглядит прям как изящий металл они как какая-то пластмасса так давайте смотреть катсцену я не буду во время катсцена ничего поментировать просто буду наслаждаться этим зрелищем и и Тут очень классно постоянно работа с камерой, все ролики Сразу видно, что рука таланта здесь приложилась к произведению Я думаю, что свою аудиторию он наберет этот проект и пока что, насколько я читал, эта игра едва окупилась Надеюсь, что этот ПК-порт справит эту ситуацию и поможет уйти в прибыль, потому что эта игра заслуживает того, я там больше чем уверен Очень жаль, что многие люди не успеют пройти достаточное количество часов в этой игре Ее так заклеймили, не оценив весь шарм этой игры Даже не дышим Пиздец Жесть какая творится вообще Ребят, просто сваливайте отсюда, просто пока возможно Его уже, этого парнишу не спасти, все, парниша ушел Продолжение следует... Какая-то просто хрипота творит, пока что непонятно ни хренище, но выглядит классно. Все-таки оружие есть в игре. Жопа какая-то вообще. Это что за хер с горы? Тебе говорю, тут какая-то крепота полная уже, творится. Какой-то ребенок в банке, какая-то, короче, какой-то фиг с маской золотой, какой-то гламурный парень. Какая-то херальная жидкость, какой-то дождь, от которого все клашут. Короче, пока что полная гриппа там. Беги! Жесть, просто какая-то жесть. Чтобы не попасть типа к ним, он себя хочет убить или будет цевать. Жесть. Это лучше, чем типа к ним попасть. Я говорю, здесь ролики постановочные так, как будто это какой-то боевик или блокбастер такого масштаба гигантского. Как будто прямо на кинотеатр, когда люди ходят. Не просто какие-то катсцены, просто для галочки. Прямо... Все очень серьезно, короче. Все, конец игры. Мы закончили. Так, где это мы? Какой-то пляж, короче, или что это? Да, пляж. Ребенок, какой-то плач. Короче, я вам говорю, ребят, тут... Тут без... Тут надо закидываться перед тем, как играть в такие игры. Тут надо... Какое-то все очень... ...непростое для понимания. ...непростое для того, как играть в этой игре. Ему, наверное, это снится, скорее всего. Да, ему это снится. Хотя... Скорее всего, это сон или какая-то иллюзия, или фантазия какая-то. Как бы, пролог, он наполнен всяким вот этим роликом, чтобы как бы ввести нас в этот лор этого мира. Объяснить нам, что происходит, почему это происходит, кто такие эти люди, как они связаны между собой. Кто такая компания Bridges и чем они занимаются. То есть, нас как бы бросают в открытый мир только после пролога. То есть, первые, там, сколько там, не знаю, в зависимости от скорости прохождения. Первые, там, например, 4-5 часов, или там, даже 6, в зависимости от того, сколько вы быстро проходите. Это, как бы, введение в этот мир. Где тебя объясняют механики основные, где тебя погружают в этот мир. А дальше тебя просто выбрасывают, иди, типа, носи грузы. И постепенно сюжет развивается. Тут, как бы, игра делится на две части. Первая часть – это грузы и всякие задачи. А вторая часть – это, как бы, это развитие сюжетной линии. То есть, Death Stranding. Единственный пока минус, который я могу отметить в этой игре – это ужасно долгий хатсцены. Ну, честно, при всем уважении к Кодзиме и его вот этим кинематографичным вот этим вот… CG-видео, перебор, конечно, каждое видео длится минимум, там, 7-10 минут. И ты сидишь и ждешь просто очень долго, пока ты можешь просто пощупать игру. С другой стороны, как я уже сказал, это дает вам больше понимания, чего происходит. Субтитры сделал DimaTorzok Ох, все, нам дали поиграть, наконец-то. Так, что это закрепота опять какая-то. Нажат Folge F, чтобы вернуться. Мать моя мартышка Что это такое? Что это за крипота, блин? О! Узнаете актера? Он играл, кстати, в казино Роэль Тоже, кстати, играл антагониста Там, где Джеймс Бонс, типа Ну, смотрели ключи, этот фильм я, скорее всего Это папа Папа То есть, этот ребенок в пробирке, это папа Или это его папа Или это Или Сэм, это его сын Короче, ничего не понятно Фууу Какая гадость в итоге все это ему приснилось получается или или это видение какое-то короче я пока ничего не понимаю сейчас будем разбираться охренеть посмотреть какая воронка образовалась в стопка однажды взорвался труп который мы везли в крематорию жизнь какой мы ее знаем а затем еще один взрыв и для нас он станет последним печально звучит прикольно сканер возвращение погибается и может вращаться к жизни из мест известного подозрения шоу вот как раз то что будем сейчас были под водой а в туда двигайтесь вдоль нити что вернусь душу сам обратно в тело то есть он не может умереть короче но после его остается огромная воронка я правильно понимаю центр тяжести сэма в общем кто захочет кому интересно можете прочитать на паузе используйте крипто биотов для восстановления уровня крови если вы потеряете слишком крови ваш день это виден и дело в таком состоянии вам будет труднее удержать интернете чтобы быстро встретить показатель крови ешьте крипто биотов хорошо нет проблем сложно понять если честно как что сон что реальность тут как-то все в одну кучу короче эпизод 1 бричит нас пристегнули все сейчас будут насиловать какой-то сутенер в кожаном пальто врач кожаном костюме с черным галстуком и запонками окей мое имя тэдмен заметно как ты конечно я то несмотря на мое имя ни разу не выбирает дель торо известный режиссер гильермо дель торо который снимал паранормальное явление какие-то еще фильмы короче где там потоку стиль фильмов когда типа ее съемка с камеры человека как будет человек снимает любительскую съемку так я под арестом он снимал классные криповые фильмы что я смотрел несколько это супер устройство которые всех нас связывают нас нас атака у нас бриджес борцов за светлое будущее или за выживание где сколько времени смотри попробуй прижать его кожи вот так расслабься это просто значит что тело установило связь с браслетом смотри он будет держать тебя под круглосуточным наблюдением то есть не он а мы чтобы помочь какого два дня за это время мы позволили себе взять пробы твоих жидкостей ты возвращенец а это звучит как извращенец что стало с тем ребятами центральный узел уничтожила в ходе взрыва да уж там был какой-то невъебенный взрыв который вообще просто херам все уничтожил геймовер действительно только ты один по понятным причинам кому понятно и ппп подлежит ликвидации все равно не работает он бесполезен мы всех потеряли не только отдел утилизации мою команду штаб весь в риденфорд всех кто был в центральном узле мы с тобой сейчас в столичном узле или вернее в новом штабе садбери был логичным выбором но наш отдел внедрения понес большие потери да и за два дня мало что можно успеть сделать такая ненавязчивая реклама этих как электрических напитков монстр к счастью директоры команда поддержки тогда были за городом так что руководство не пострадало прости что не даю тебе передохнуть но для тебя есть дело этот отпечаток остался после возвращения а это отметина откуда от женщины в пещере та самая которую мы встретили в самом начале игры в пещере который зовут если не забрать фрэджайл ее заводи как переводится на русский хрупкая боишься прикосновений я постараюсь это участь сэм к делу это срочная доставка тебе нужно будет отнести морфий президенту какому президенту америки нет ты говоришь про мэра центрального узла нет 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 не мэру америка жива сэм у президента рак в терминальной стадии состояние критическое но время есть почему я потому что другие дурачков таких нет как сделай как я прошу и ты сам все поймешь а ты сам не можешь действительно взял бы сам и пошел видишь что такого мы здесь нет извини это лишь хиралиграмма короче хиральный вирус хиральный дождь хиральная связь хир хиралиграмма в общем короче все хирально я на самом деле сейчас в изоляторе в большом треугольном здании так вот морфий бриджес заключает контракт на доставку с сэмом портером да ладно у вас же там есть морфий к чему все это скажи правду правда в том что последний президент америки хочет тебя повидать неужели ты откажешься хорошо буду ждать тебя в изоляторе все сейчас мы пойдем по ходу президенту ну все ребята на этом будем и первую серию заканчивать было очень всего много успели тут и побегать по поводу обсудить геймдизайн обсудить все подряд вообще короче было куча катсцен миллион всяких событий надо переварить это все как-то обдумать нет проблем я доставлю не парься все ребята увидимся следующей серии подписывайтесь на канал ставьте лайк не забывайте нажимать на колокольчик чтобы быть первыми когда будут новые видео я буду стараться делать контент как можно больше как можно интереснее разнообразие и пока пока ребят и не забывайте перед тем как вы идете спать помазаться крем от аллергии от от хиральной энергии тут вдруг что случится с вами все ребят давайте пока